Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казаку Фэмили, и я хотел сделать познавательный раздел на своём канале. Я сегодня расскажу про Кацусика Хакусай. Биография одной интересной личности. Кацусика Хакусай родился 21 октября 1760 года, сейчас в Токио. До 10 мая 1849-го, там же самый распространённый псевдоним одного из наиболее известных японских художников, направлений Укио. Мастер ксилографии, автор циклов 360 видов Фудзи, 100 видов Фудзи, 100 историй о привидениях и других. Сыграл немалую роль в популяризации гравюр в жанре Суриному, своего рода поздравительных открыток, которые преподнесли друг другу представители японской знати по различным поводам. Прожив почти 90 лет, лучшие свои работы создал по достижении 70-летнего рубежа. Особенности творчества художника, будучи знаменитым автором традиционной японской гравюры Укио, парадоксальным образом Хакусай являлся художником-традиационалистом в полной мере. Он привнес в классические устои японской гравюры вияния западного искусства, такие как применение линейной перспективы, изображение сцен из жизни низших сословий, реализм и другие. Гравюры Хакусая отличаются философским взглядом на мир в целом и пристальным вниманием к деталям частности. Известные гравюры «Большая волна в Канагаве» вы можете лицезреть на экране. И другие, «Мистический дух», «Гейша» и так далее. Что еще в принципе примечательно? Настоящее имя Кацусихи Кокусая неизвестно. Художник менял псевдоним практически с началом каждого нового цикла работ. Известно лишь, что при рождении его нарекли именем Токитара. Но не оно прославило мастера японской ксилографии на весь мир. Что в имени «Тебе моем»? Сведения о детстве Токитаро разнятся. По одной из версий, он был сыном мастера зеркальных дел Накодзима Исё. Но другие исследователи жизни и творчества Хакусая считают, что мальчик был отдан на воспитание в приемную семью зеркальщика в возрасте 4-5 лет. Поскольку родился в настолько бедной крестьянской семье, что родители были не в состоянии прокормить всех детей. Первенцев в Японии традиционно оставляли расти дома. Поэтому считается, что Токитара не был старшим ребенком. Так или иначе, первые навыки ремесла он получил, помогая своему приемному, ну, либо настоящему, смотря какой здесь верить, отцу, изготавливать зеркало для сёгуна. То есть должность правителя в японском государстве. Но задержался на этом поприще недолго. Уже в 10-летнем возрасте Тэдзуцу, новое имя будущего художника, становится разносчиком в книжной лавке. Достоверно неизвестно, почему мальчик покинул своего первого наставника. Но если учесть, что в будущем он не раз проявит характер и упрямство, то можно представить себе приблизительные причины его ухода. Спустя 4 года Хакусаю удается поступить под мастерья к гравюру, у которого он осваивает азы ремесла. Учится готовиться доски, вырезать гравюры согласно рисункам, художника, наносить краску и так далее. Догодаря таланту и исключительному трудолюбию, 19-летнего юношу принимает в мастерскую, известную в тот момент художника Гакусака Сюнсе. В это время наш герой берет свой первый артистичный псевдоним Сюнро. По традиции он был образован из частей имен учителя, то есть иероглиф Ро достался по наследству из его старого псевдонима Кёкуру. К моменту смерти наставника Хакусаю исполнилось 33 года. Он не стал оставаться в мастерской и продолжил поиски своего собственного стиля. Изучив художественные школы Кано, основываясь на китайских традициях, и Ямато Йо почиталась как истинно японская. Будущий мастер проявляет интерес к европейской живописи и благодаря сплаву из всех доступных знаний Хакусаю удалось разработать неповторимую манеру, принесшую ему популярность и заказы. Одерживость живописи. В 90-х годах 18 века Хакусай работает много и плодотворно, используя при этом столь псевдонимов, что не запутаться в них было под силу только истинному фанату. Именем данным при рождении Токитару он подписывал книжные иллюстрации. Другие работы выходили в свет под псевдонимом Тацумаса. Гравюры, отпечатанные большим тиражом, носили авторство Коко или Соробеку. В 1796 году мастер впервые применяет свой главный псевдоним, который станет его именем на века вперед, а на рубеже столетия он прибавит к нему небольшую ремарку и станет называться Га Ге Цзин Хокусай, одержимый живописью. Хокусай, то есть в чем проявлялась его одержимость? Во-первых, он работал с невероятной скоростью, рука его была тверда, и художник не передавал своих рисунков. Во-вторых, достигнув пика своего мастерства, Хокусай выпускает серию за серией, штампуя новые гравюры как безупречно печатный механизм. Один за другим появляются циклы 36 видов Фудзи, путешествия по водопадам провинций, 100 видов Фудзи, принесшие ему невероятную славу и пережившие столь перевыпусков, что оригинальные доски, вырезанные самим мастером, потеряли первоначальный вид. Отпечатки с ним хранятся в лучших музейных собраниях и частных коллекциях по всему миру. Нет предела совершенству. Без сомнения, такого успеха, как Хокусай, удалось достичь благодаря исключительному перфекционизму, который не позволял ему почивать на лаврах и заставлял все время находиться в поисках совершенных линий и композиционных решений. Известны его слова, начиная с 60-летнего возраста, я страстно любил копировать форму вещей и с тех пор, как мне исполнилось 50, я опубликовал множество рисунков, но ничего из того, что я нарисовал до моего 70-летия, не стоит внимания. В возрасте 73-х лет я частично постиг строение животных, птиц, насекомых и рыб, жизнь растений и трав. Так что в 86 лет я достигну дальнейшего прогресса и в 90-е я даже проникну в тайне смысл вещей. В 100 лет невозможно действительно удастся достичь уровня божественных сфер. Когда мне исполнится 110, каждая моя точка, каждая линия будет жить сама по себе. Но жизнь спутала карты. И этот план Хакусая не удалось выполнить до конца. В 1839 году огонь уничтожил мастерскую художника и большую часть его работ. Печально, да, ребят? В это же время его популярность начала идти на убыль и в Японии начали восходить новые звезды ксилографии, сместившие пожилого мэтра с его пьедестала. А, с его пьедестала Утагава Хиросигё. Например. Но Хакусай не оставлял своих чаяний и продолжал трудиться до самой своей смерти, которая настигла его в весьма почтенном возрасте. На смертном Адре почти 90-летний старик сожалел лишь о том, что небеса не накинули ему еще хотя бы десяток лет или хотя бы еще пять. Тогда я бы мог стать настоящим художником, говорит этот автор. В общем, ребята, спасибо за внимание. Материал принадлежит не мне, но я его просто озвучил. С вами был Казуков Фэмили. Надеюсь, вам понравился этот новый материал, новый раздел, который будет говорить о многом, что-то интересном, что попадется мне под руку. А всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok